Чем больше фанатов, тем больше вероятность неадекватных фанатов. Всем привет, ты Кей Кей. Когда я прочитала описание к этому аниме, я ожидала детективную историю. Поэтому то, что я получила в начале, мне показалось немного разочаровывающим. Тем не менее, я всё равно нашла здесь то, что мне понравилось. Начало меня немного удивило. Я думала, нам покажут предысторию жизни Айхосина, ну или, по крайней мере, начнут с неё. Потому что именно её образ мне попадался чаще всего в артах и косплеях. Но всё начали с представления Сарины Тендодзи, которая болеет тяжёлой формой рака. Она любит айдолов, особенно Айхосина из Бекамати. А второй персонаж – это лечащий врач Сарины Гуру Амэмия. После смерти своей пациентки он тоже увлёкся айдолами. И момент того, как Сарина умерла, мне очень напомнил эту сцену из клубничного зефира. Я попаду в ад из этой херни. Позже к Амэмии приходит сама Айхосина в сопровождении директора её агентства. Ай беременна. Да ещё на таком сроке, что пути назад нет. Просто беременна в 16 – айдол-версия. И Ай задвигает что-то в стиле «Я очень хочу семью, но также хочу выступать на сцене, но я очень буду любить своих детей». Чуть позже, в этой же серии, она путает именно близнецов. И вообще, большая часть заботы о детях легла на плечи жены директора агентства, Мияко Сайто. Да, вначале Мияко показана неприятным персонажем. Ведь она вышла замуж за мужчину с достатком не для того, чтобы нянчить чужих детей, которые не обговаривались. Но после она становится вообще матерью близнецов практически больше, чем сама Ай. Ладно, справедливости ради, Ай всё же старается своё свободное время проводить с детьми. Но появляться на публике вместе им всё же нельзя. Дети же Айхосина – это её перерождённые фанаты. Думаю, вы можете догадаться, кто именно. Девочка Руби – это Сарина, а мальчик Аква – её лечащий врач Гора. Да, доктор успел умереть до того, как Ай родила. Его убил сумасшедший фанат Айдлки. И так как близнецы – перерождённые фанаты, то восхищаются они только Ай, а Мияко воспринимают как должное. Я хочу справедливости для Мияко. Она не только вырастила близнецов, но и встала во главе агентства, когда её муж свалил по более важным, по его мнению, делам. Мияко – лучшая женщина тайтла и топ Милха в целом. Я большую часть аниме смотрела ради неё. В конце первой серии Ай убивает тот же фанат, что убил и Гора. Кстати, я обосралась с этого внезапного кадра, и не могу терпеть такое поражение в одиночестве. И Гора, который теперь Аква, решает, чтобы не случилось найти убийцу. О своей же смерти он как-то не особо беспокоится. Мы даже не слышим никаких новостей об этом, никакого расследования. Наверное, если бы они были, то Акве пришлось бы рассказать Рубе о своём прошлом, та бы рассказала о своём. А так они знают о друг друге то, что в прошлом оба были фанатами Ай. И тут вопрос – неужели им не было интересно узнать больше? С другой стороны, Сарина была влюблена в доктора. Это ведет к не очень хорошему повороту сюжета, который я осуждаю, но, с другой стороны, было бы смешно, если бы их ребёнок стал перерождением Ай. Но так не будет, правда? Если так будет, то это будет просто новый топ 10 анимо-предательств после Усаги Дроп. Скажите, что так не будет? Пожалуйста, кто читает мангу? Прежде чем мы продолжим обсуждать сюжет дальше, я хочу немного сделать отступление. Здесь первая серия идёт час лишним. Я понимаю, что эта экранизация манги, весьма популярная манги, и поэтому много фанатов просмотрят первую серию, но есть же такие люди, как я, которые мангу не читали. А первая серия – это быстрая проверка на то, стоит ли смотреть аниме дальше или нет. Ключевое слово – быстрое. И час лишним – это вообще не быстро. Аква и Руби выросли под опекой Мияка, и несмотря на то, что они близнецы, характеры у них совсем разные. Руби позитивная, можно даже сказать немного легкомысленная, но очень целеустремлённая. Она мечтает стать айдолом, как Ай, поэтому ходит на всякие прослушивания. Но нам вообще не показали, как Руби тренируется, кроме раза, где она в детстве танцевала вместе с матерью. Конечно, она ребёнок когда-то популярного айдола, но талант без тренировок практически бесполезен. Нам пытаются всячески показать, что Руби особенная, но тут, как говорится, не верю. Хотя на фоне брата она, конечно, звёздочка. Кстати, Руби воспринимает Ай больше как мать, чем как айдола. Аква же её противоположность. Он не хочет, чтобы его сестра стала айдолом, потому что это слишком сложная работа. Да и то, что случилось с Ай, его шокировало. Ещё мы не знаем, догадывается ли он, кто была Руби в прошлом. Возможно, да. И Аква из кожи вон лезет, чтобы помешать сестре. Но делает он это из-под тяжка. В детстве Аква сыграл небольшую роль в сериале, но решил не быть актёром, потому что у него якобы нет таланта. И он это упоминает практически каждый раз, когда его зовут на какое-то шоу, что немного раздражает. Ну а ещё ему казалось, что легче расследовать убийство Ай из тени. Но в этом сезоне расследованию будет посвящено буквально пара моментов. А я пришла сюда ради него. Если же коротко описать Акву, то он душнило. Даже более душный, чем я. А тут надо постараться. Я даже не знаю, как режиссёр ничего не заподозрил, когда рядом с ним был такой занудный ребёнок. Всё аниме Аква задвигает речи про то, что нужно всегда носить маску. Единственный случай, когда такое его отношение было уместно, это разговор с режиссёром реалити-шоу, где Аква сказала, что взрослые должны помогать несовершеннолетним участникам шоу, а не просто их использовать. А вообще количество пафосных речей на метар аниме он увеличивает раз в 10, что, как мне кажется, перебор. Несмотря на то, что Аква такой нудный, показывает его много. Это не было бы проблемой, если бы он занимался по большей части непосредственно расследованием. У Руби же, которая должна вроде как уравновешивать брата, экранного времени очень мало. Вместо расследования убийства Ай здесь сосредоточились на жестокости мира шоу-бизнеса. И первое, о ком нам рассказывают, это Кана Ариме. Она была популярным ребёнком-актером, а как повзрослела, стала никому не нужной. Кана берёт любые роли, которые ей предложат, но этого всё ещё недостаточно. И именно она в этом сезоне уравновешивает душноту Аквы. Хотя её характер тоже не сахар. И в начале Кана мне показалась очередной Цондере. Но во второй половине аниме нам её раскрываются лучше некуда. И за это моё почтение. Мне понравилось её понимание своих недостатков, а также реалистичный взгляд на индустрию, который очень отличается от взгляда Руби. По первому сезону она для меня лучшая девочка. И если положение Каны похоже на собирательную историю того, что происходит с детьми-актерами, другая часть этого аниме была немного скандальной. Авторам всё-таки следовало где-то указать, что все совпадения случайны. Ну а почему так получилось, мы обсудим чуть позже. Эта часть посвящена романтическому реалити-шоу с подростками. Какого вообще решили сделать подобного рода шоу с подростками, мне, конечно, непонятно. На одну из участниц Акана Куракаво давила её агентство, чтоб та как-то показала себя на шоу и запомнилась зрителям. И Акана старалась выделиться, но это вызвало только хейт. Буллинг был настолько сильным, что Акана решила покончить с собой. Вся эта ситуация напомнила не так давно произошедшую трагедию. Если вы увлекаетесь трукраймом, как я, то, возможно, вы о ней слышали. В 2020 году участница подобного шоу Хана Кимура покончила с собой из-за кибербуллинга. Ей было всего 22 года. В аниме же всё заканчивается хорошо, и нам показывают Аканы как девушку с незаурядными способностями к анализу людей. Она могла бы стать идеальной помощницей Аквы в его расследовании. Аканы нам ещё не раскрыли полностью, и больше времени ей будет посвящено, насколько я понимаю, во втором сезоне. Некоторые детали о другой героине, Мемчу, мне немного напомнили об очень старой кей-поп-группе. Вернее, об одной её участнице. Группа эта называется Бэби Вокс, а участница Легаи. Если вы хотите узнать побольше, то загуглите, иначе получается слишком много спойлеров. Вообще, в этом аниме второстепенные персонажи оказались интереснее главных. У них больше экранного времени, их истории кажутся более комплексными. Я думаю, в таком аниме, как это, так не должно быть. Нам пытаются показать Руби как лучшую девочку, но, во-первых, её мало, а во-вторых, кроме того, что она болела, не могла никуда ходить, любила айдолов, а теперь у неё здоровое тело и связи, она сама может стать айдолом. Очень мало фокуса на других чертах её характера. С другой стороны, у неё хотя бы прослеживается связь с прошлой жизнью, в отличие от брата. Ну а про Акву я уже достаточно много сказала. За что действительно можно похвалить это аниме, так это графон. Это отличные дизайны персонажей. Ай вообще всех покорила. Но здесь много и других героинь, которые выглядят замечательно. Вообще, я думаю, что дело в глазах. Кстати, о глазах. Мне понадобилось время, чтобы понять, что звёздочек в глазах главных героев на самом деле не существует. Это просто визуальная метафора передавшегося им таланта и харизмы Ай. Но и в остальном, картинка замечательная. Студия выпускала много повседневных тайтлов, где было просто нормально. В этот же раз получилось прям хорошо. Конечно, мне бы хотелось видеть больше расследования и раскрытия тайн жизни Айхосина. Но в этом аниме сосредоточились не на этом. Хотя, несколько отличных персонажей, сбалансированное повествование, где есть место и драме, и юмору, меня порадовало. В следующем сезоне, я чувствую, мы не сильно продвинемся в раскрытии убийства. Потому что, как можно судить по концовке этого, нас ждёт любовный треугольник. Скорее всего, нам раскроют лучше парочку других персонажей, а может быть, там появится кто-то ещё более интересный. Вот у Фрил, например, необычные глаза. Какой-то такой тут принцип для персонажей с важной для сюжета ролью. Так, ну и наконец поговорим о той скандальной части аниме. Немного начнём издалека. Мне всегда немного странно, возможно, даже неловко делать обзоры на популярные тайтлы. Потому что, чем больше фанатов, тем больше вероятность неадекватных фанатов. И мои рассуждения о неадекватных фанатов в данном случае более чем справедливы. Я уже сказала, что арка, реалити-шоу, где девушка чуть не покончила с собой из-за кибербуллинга, напомнила реальную историю Ханны Кимуры. И напомнила она не только мне и многим другим, кто смотрела аниме. Но, в частности, она напомнила эту историю её родственникам. Которые высказались о том, что смотреть это аниме им было не очень приятно. В частности, высказалась её мать. Она указала на то, что комментарии, представленные в аниме, уж очень похожи на те, что зрители того шоу оставляли в адрес её дочери. И некоторые фанаты забулили мать погибшей. В аниме буквально показано то, к чему может привести кибербуллинг. Но у некоторых людей всего две извилины, которые в голове даже не могут встретиться, чтобы образовать какую-то нормальную мысль. Но справедливости ради, другая часть фанатов вырастила соболезнования матери Ханны Кимуры. И вот они молодцы. Вот такие мои мысли об этом аниме. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока. Я вижу, что ты не спишь. Вон там отражение есть. Я вижу, что у тебя глаз открыт. Крайне мере один. Всё ещё открыт глаз. Субтитры сделал DimaTorzok